Про свой я могу детский сад сказать. У нас реконструкция была в 2009 году, больше 20 миллионов на нас пошло. Но все-таки мы больше по объему. Но у нас тоже куплено все новое и сделано все новое внутри и снаружи. Вот придумали в детском саду тропу здоровья, чтобы детишки могли босиком по камешкам и щепкам пройтись. А это деньги немалые. Деньги в итоге нашлись. А на капитальную реконструкцию соседнего детсада «Капелька» в этом году потрачено 19 миллионов рублей. Если вы думаете, что этот аттракцион неслыханной щедрости устроило государство, то глубоко ошибаетесь. Нет, главным спонсором всей социалки в поселке выступает градообразующее предприятие – закрытое акционерное общество «Совхоз имени Ленина». Вообще в совхозе родителям не на что жаловаться, потому что у них все бесплатно. Коктейль в детском саду они пьют бесплатно, оплачивает Павел Николаевич. Все кружки на территории совхоза «Ленина» бесплатно. То есть дети совхоза «Ленина» – счастливые дети. И родители тоже счастливые. В то время как все предприятия социалку стараются сбросить с плеч долой, совхоз имени Ленина добровольно этот хомут на себя надевает. 19 миллионов на реконструкцию одного детсада, еще 20 миллионов на другой. Третий садик совхоз сейчас строит и потратил уже 140 миллионов рублей. Где тут логика, спросите вы. И вообще земли совхоза вплотную прилегают к Москве. Как бы поступили 9 из 10 руководителей подобных хозяйств? Правильно, постарались бы продать эти земли под коттеджи. Да они, собственно, так и сделали. Я уверен, что это на 100%. Если бы не было у нас руководителей Грудинина, этой земли давно уже не было бы. Здесь давно уже стояли какие-то заводы, еще что-то, или супердачи. Если взять стоимость одной сотки в нашей окрестностях, это 30-35 тысяч долларов. Наверное, кто-то, узнав про Грудинина, покрутит пальцем у виска. Кто-то из деликатности назовет его «белой вороной». Но у него своя правда. Под Парижем или под Берлином никто из фермеров, крестьян, или тех, кто производит себе госпродукцию, не чувствует себя белой вороной. Да, действительно, у них рядом такой рынок сбыта, значит, там какой-то крупный город. А чем ближе к крупному городу хозяйство, тем квалифицированнее там кадры, тем ближе рынок сбыта, и тем легче заниматься слиху с продовольствием. Просто привезти свежие продукты из близлежащих районов Подмосковья гораздо проще, чем откуда-то из Краснодарского края. Чтобы так рассуждать, мало быть хорошим экономистом. Надо еще иметь совесть. К сожалению, не всякий бизнесмен этим может похвастаться. У Грудинина с этим полный порядок. Мы же живем для будущего. И если сходить из-за того, что мы патриоты, то, конечно, производить госпродукцию лучше, чем получить просто какую-то большую сумму долларов и потратить ее на себя. Совхоз имени Ленина, он не такой, как все. По разным параметрам. В совхозе имени Ленина, например, можно руками потрогать эту самую социальную ответственность бизнеса. То есть именно то, что государство пока только декларирует, но никак не введет в практику жизни. Где вы видите хозяйство, где в 16 тысяч ежегодно каждый пенсионер, у нас 500 человек, получает материальную помощь. Помимо этого получают бесплатные овощи. Мы их отправляем в профилактории, в санатории. И они, в общем-то, довольны совхозом, что он не развалится. Совхоз в этом году потратил более 10 миллионов рублей на благоустройство старого миллиардивного пруда. Теперь это излюбленное место отдыха всех, кто живет в поселке. Даже москвичи приезжают. А что? Чисто, уютно и совершенно бесплатно. Или поликлинику мы построили за 100 миллионов. Ну, или поликлинику, и оснастили ее, построили, еще доплачиваем врачам, чтобы они не разбежались. И это все делает совхоз. Потому что нельзя быть богатым, когда кругом бедный. Совхоз имени Ленина фактически выполняет на территории одноименного поселка государственную функцию. Заботится о пенсионерах, решает жилищную проблему, обустраивает территорию, содержит детсады и школу. Когда мы стали пилотной площадкой по апробации федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, было принято решение помочь школе и модернизировать ее. Были выделены огромные средства, и благодаря этому был построен многофункциональный спортивный стадион с травяным покрытием, баскетбольные и волейбольные площадки, модернизирована хоккейная коробка, ну и также был произведен ремонт внутри здания. В такой школе чего же не учиться? Даже москвичи, живущие неподалеку, стремятся устроить своих детей в эту школу. Основная часть выпускников наших поступает в высшеучебные заведения на бюджетные места. В прошлом году мы выпустили 14 учащихся, и только один поступил на коммерческих условиях, остальные все поступили на бюджетные. Что еще в совхозе имени Ленина не так, как во всей остальной стране? Здесь, например, обеспечивают всех молодых специалистов жильем. Правда, для этого пришлось подкорректировать госпрограмму развития села. Она предполагает, что третью часть стоимости квартиры молодой специалист должен оплатить сам. Это примерно 700 тысяч рублей. Но откуда у молодого человека такие деньги? Решили так. Совхоз дает беспроцентную ссуду на 15 лет, а молодой специалист ее погашает равными долями. Многие, как и я, не я один такой, как Павел Николаевич, когда дом закладывался, определенную сумму заплатили, а так как у всех денег не было, чтобы сразу внести сумму, ну вот на 15 лет разложили это все дело. И потихоньку работаем, и зарплату учитаем. Конечно, ни одним выращиванием моркови, свеклы и клубники зарабатывает совхоз на приличную в общем жизнь. Да еще и всю социалку тянет на себе. Мы же, скажем так, пользуемся еще и тем, что у нас много основных фондов. Мы сдаем в аренду лишние площади. Мы, ну, ничего греха таить, когда кольцевая дорога расширялась, мы денег взяли с Москвы за расширение. А когда стало ясно, что 200-метровая зона от кольцевой дороги, она не пригодна для сельского хозяйства, мы не отдали ее, а продали ее. А на это вложили в развитие сельхозпроизводства. Еще совхоз строит многоэтажки. Часть квартир идет молодым специалистам, а остальные на продажу. Учитывая спрос на жилье в двух шагах от Москвы, неплохой получается приработок. В общем, совхоз извлекает максимум пользы из своего географического положения. И все же основной профиль хозяйства, производство сельхозпродукции, остается неизменным вот уже многие-многие годы. Одни говорят, что нужно модернизировать страну. А вы приезжайте к нам. У нас английская, немецкая, французская техника. У нас голландские семена. Модернизация привела к тому, что у нас теперь выгодно производить землянику, овощи. И яблоки с грушами тоже. Потому что у совхоза есть свой цех переработки и упаковки. Сок удачный идет на расхват. Так же, как и овощные пюре. Сырьевая база своя и довольно прочная. По капусте урожайность было 600. Это было максимум. Сейчас мы 1300-1400 получаем. Просто без напряга. Морковь 300 было. Сейчас 1400. Причем современные вместительные холодильники позволяют не отдавать осенью овощи за бесценок, а хранить урожай до весны. И брать за него уже хорошую цену. И морковку не грязную и валом продавать, а мытую и фасованную. А это же совсем другая цена. Совхоз по-прежнему номер один в России по производству земляники. Животноводство пока убыточно, но и на этот счет есть кое-какие задумки. На данный момент у нас 375 дойного, 800 с небольшим общего поголовья. В планах, да, у нас есть развивать и увеличивать поголовье, строить новые коровники. Насколько я знаю, мы планируем увеличивать дойное стадо до 600 голов. Сейчас молоко высшего качества совхоз продает по 15 с небольшим рублей за литр. Но есть четкий план, как повысить рентабельность вдвое. Плюс к этому мы покупаем, опять же, импортные аппараты для продажи молока и переставим его продавать, ну, скажем так, оптом какой-то компании молочной, да, а в розницу начинаем продавать, потому что рынок сбыта рядом, и молоко, например, сейчас по 30 рублей, очередь стоит. Уникальность совхоза имени Ленина еще и в другом. В прошлом году он получил от государства дотации и субвенции примерно на полтора миллиона рублей. Но только на социальные программы потратил из своих более 120 миллионов. Это обстоятельство, считает Грудинин, красноречивее всего показывает настоящую цену государственной помощи сельскому хозяйству. Она ничтожна. Хоть с Америкой сравнивая, хоть с Европой. И тем не менее оптимизма он не теряет. И белые вороны. Мы просто ждем, когда политика государства к нам изменится. Когда наконец поймут, что надо есть отечественное, а не импортное. Что главное, чтобы здесь все производили, а привозили только то, что не могут произвести здесь. Бананы, киви, какие-нибудь ананасы. Продолжение следует...